Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую вас на интерстриме трейдеров Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем программу «Торговый план». За сегодня 14 марта 2019 года, и четверг сегодня, друзья, активный трендовый день, настраиваемся на серьезную работу. Давайте посмотрим, что у нас говорят технические и фундаментальные анализы. И посмотрим, какой же ближайший план можем мы с вами принять. Грипта стоит, не движется биткоин. Эфириум чуть активнее движется вниз, но тоже рынка нет из-за широких спредов. И по рынку нет из-за широких спредов и такого же движения вокруг одной линии в последние дни. Американский сорт нефти. Апрельский контракт, друзья, ушел наверх, ну а уже сегодня-завтра будем менять контракты, уже на майские. Ну и красавчик вчера, нефтюшка, конечно, красиво так бульк и ушла, нарушила вот эту границу, о которой мы говорили, и которую мы ждали аж с 21-го. Ну давайте посмотрим, с какого числа, когда мы сюда зашли в этот торговый диапазон. 18-го февраля зашли. Ну вот мы ушли наверх и явно-явно смотрим наверх. Ну такая зеркальность, некоторая есть, но понятно, с запозданием, с задержкой. Но тем не менее 58.37, хорошее движение наверх. Вчера, кстати говоря, давайте посмотрим, насколько нефть WTI выросла. А она выросла вчера на 1 доллар 26 центов. Ну, прекрасный показатель. Смотрим наверх. На ваш взгляд, продолжится вполне может это движение. Индекс доллара, коллеги, резкое движение вниз. 552 цента вниз. Ну вот как не верить в технический анализ. Мы с вами с понедельника говорим, что вот вниз же идет все в торговом диапазоне. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. И тот, кто послушал нас, могли все это движение взять. Сегодня ударились в нижнюю границу торгового диапазона. И да, можем немножко отскочить. Хотя день сложный, видите? Здесь три дня пытались вниз еще пробиться. Здесь три дня пытались вниз пробиться. Не факт, что сегодня пойдем. Сегодня, мне кажется, день такой торговли скальперской, вверх-вниз. Потому что некоторое движение, еще раз одна попытка пробиться вниз, вполне себе может быть, на мой взгляд. Такого трендового движения прямо встать и сразу наверх нет. Это может быть завтра, кстати говоря, в пятницу. Можно будет его ожидать, потому что неделя, я так понимаю, сильно отрицательная. Да, неделя по индексу сильно отрицательная. Люди могут захотеть крыться. Евро-доллар, коллеги, естественно, на этой волне наверх. Еще куда удариться вверху, есть у нас в рамках этого торгового диапазона. Поэтому я думаю, что еще можем прогуляться. Ну а фунтик, понятно, тема вчерашнего дня. Как вы помните, вчера парламент Великобритании проголосовал против выхода из Евросоюза без переходного периода и без сделки с Евросоюзом. Показал хай вчера 1.33.81. Сам рост за сутки составил 312 пипсов. 312 пипсов – огромное движение. Сегодня как бы предполагается, что некоторая коррекция, хотя не факт, общее настроение сохраняется какое-то праздничное, на мой взгляд, очень странное. Что такое голосование против жесткого варианта выхода из Евросоюза? Да, они сейчас будут просить у Евросоюза согласовать новые условия с новым переходным периодом. Ну, говорят, месяца три будут просить отсрочки. То есть не 29 марта, чтобы это было, а 29 июня. Ну а проблема-то не решена. А проблема центральная – это Северная Ирландия. Вы знаете, часть полуострова Ирландия, значит, захватила Британия и хочет отдавать. И границу не хочет делать, и отдавать не хочет. Поэтому Евросоюз, ну как бы решения нет. Вот знаете, Северная Ирландия для Британии, так же, как Курильские острова для России. Мы их захватили, отдавать не хотим. Поэтому мирного договора нет. Вот здесь та же история абсолютно. Те же, такого же уровня материальные претензии. Да, они захватили в честном бою, как бы там все понятно, британцы. Ну а ирландцы, понятно, недовольны. Так же и в России. Мы по итогам Второй мировой войны присоединили эту гряду. Как бы все, какие вопросы. Пересмотр Второй мировой войны, ну, на мой взгляд, нежелателен. Вот. Так же и здесь. Поэтому эта тема не решена. На мой взгляд, фунтик должен был вниз все равно пойти на любом решении. Кроме того, за две недели им надо убедить весь Евросоюз согласиться с продлением. Это тоже проблема. Это очень трудная задача. Но я на что хочу обратить ваше внимание. Во всей этой эйфории, значит, вчера в 12 часов дня кто-то знал, что голосование вчера, позавчера, вернее, провалится по условиям выхода из Евросоюза. И поэтому хорошо продавал. А вчера в 12 часов дня кто-то знал, мы думали, что опять та же ситуация будет с падением, да, но кто-то знал, что голосование по жесткому Брэкзиту не состоит, ну, в смысле, будет отрицательным, жесткого Брэкзита не будет, и начал покупать. То есть кто-то, кто знал, в 12 часов все решается, понимаете, Слоев пошел наверх и честно заработал свои 251 пипс. Да, вот кто-то вчера так молодец. Я к тому, что это манипуляция. Здесь вниз, здесь наверх. Ну, понятно, на самом объявлении хорошо прошли наверх, ударили, напомню, в 1.33.81, сейчас 1.32.85. Ну, все-таки соточку откатили чуть-чуть, но мне кажется, эйфория еще продолжается. И как бы, ну, почему нет, раз все хотят наверх, пусть постоят наверх. Всего, напомню, 312 пипсов прошли вчера в целом. Когда это закончится, движение будет вниз, естественно, а закончиться оно может по самым разным причинам в любой момент. Я лично не очень думаю, что какие-то новые условия могут быть такие, чтобы у всех устроила ситуация по Северной Ирландии. Ну, их просто придумать даже нельзя, теоретически, на мой взгляд. Далее, коллеги, доллар, японская иена наверх, доллар, франк наверх, доллар, канадец. Ну, вчера, понятно, везде были сильные падения, а сегодня откатывает, да? Австралиец. Вчера подрос сегодня вниз, новозеландец сегодня вниз, золото сегодня вниз, серебро сегодня вниз. Американские фондовые индексы Dow Jones Futures сейчас вниз, NASDAQ немного вниз и S&P немного вниз. Коллеги, такое впечатление, что, особенно вот золото, да, как-то так решительно пошло вниз, такое впечатление, что ждут сегодня отбори индекса доллара наверх, рынок по, если смотреть на все инструменты рынка. Ну, не знаю, вот не буду сегодня ничего говорить, мне кажется, еще могут вниз прогуляться. Вообще без тестирования нас ни разу еще не выпускали. В двух предыдущих случаях, то, что сегодня прям все настроены на рост индекса доллара, я не уверен. Я думаю, что в течение дня мы увидим еще, так сказать, снижение в отрицательную зону по индексу доллара. Может быть, сегодня, может быть, а вот завтра, может быть, какая-то пятничная коррекция выглядит более реально. Все, друзья, давайте посмотрим, что у нас в области глобального анализа. По Брэкзиту ждем осознания. Сегодня еще, может быть, эйфория, еще раз говорю, какая-то рост. Ну, а в ближайшие дни, мне кажется, все станет на свои места. Фу, все равно упадет. Но нет выхода там никакого. Хотя в политике талантливые люди следим, следим. Далее, коллеги. Нью-Йорк Таймс узнала о расследовании из-за сделок о данных пользователей Фейсбук. О, как! Более 150 крупнейших компаний получали от Фейсбук персональные данные пользователей. Ну, вообще-то это преступление так-то по-хорошему. Если это сообщение Нью-Йорк Таймс подтвердится, у Фейсбука будут проблемы в США. Хотя я лично не сомневаюсь, что это правда, потому что, ну, это хороший бизнес, понимаете? Ну, так сказать, все позарегистрировались и торговать этими данными, ну, Марк Цукерберг придумал себе хороший бизнес. Ну, так что вообще не удивлюсь, если это окажется правдой. Далее, друзья, токен Telegram появился на платформе Xena Exchange. О, криптовалюта Павла Дурова пошла уже по платформам. В России, друзья, Госдума приняла закон о праве лиц передпенсионного возраста на алименты ОКОП. Женщины 55 лет, мужчины 60 лет могут писать алименты. Она с просьбой, чтобы их... Я вот это пытаюсь понять... Ничего, прям серьезно уже, да? Это уже в какой... Приняла закон уже, да? То есть члены семьи должны платить алименты родителям, да? Предпенсионного возраста. Ну, вы знаете, это странно. У нас государственные же пенсии всегда были, а семья всегда и так помогала. То есть, получается, перекладывают всю пенсионную нагрузку, ну, значительную часть, потому что у нас до 65 лет очень немногие, ну, половина мужиков, по-моему, так не доживает, да? А сейчас пенсионную нагрузку перекладывают на детей, 60 до 65 лет, когда человек уже начинает болеть, самую такую трудную, когда ему надо кормить, ухаживать и так далее. Это зря. Почему? Потому что сразу перестанет... Люди перестанут работать. Вот в чем суть. Это демотивация к труду. А смысл? Тогда надо помогать семье, все, что зарабатываешь в семье, помогать детям, чтобы они могли тебя как-то содержать, вот, а работать за, так сказать, пенсию. Зная, что ты ее пять лет не получишь и доживешь ли ты до нее или нет, вообще неизвестно. Это очень, это очень серьезно. И я, кстати, категорически против этого закона. Мало того, что люди останутся без средств к существованию, это понятно, но еще, что они перестанут сейчас работать. Смысла нет там что-то считать, сколько я работаю, сколько получаю и так далее. Надо просто семье помогать там. То есть официальное трудоустройство теряет смысл. Вот в чем суть вопроса с этим законом. Напрасно, напрасно. Все-таки государственные пенсии должны быть в любой стране, которая считает себя цивилизованной. Причем никакие не 65 лет. Не выдумывайте. 65 лет – это когда в стране легко открыть бизнес. У нас невероятно трудно открыть бизнес, невероятно трудно его вести. Одни из самых высоких в мире налогов. То есть если вы повышаете миссионный возраст, упростите, снизьте налоги, освободите от налогов на первые 3-5 лет молодые, новые компании. Как это во всем мире поддерживается. У нас нет никакой поддержки. Это значит уже пенсии отобрали, а поддержки малого бизнеса нет. И все. Огромная толпа злых, голодных людей. Зачем? Зачем? Нельзя так. Далее, коллеги. Центробанк отозвал лицензию у Тольяттинского банка развития технологий и сбережений. РТС-банк, у кого есть активы, бегом туда, пытайтесь что-то решать. Аналитики оценили нехватку резервов российских банков в полтора триллиона рублей. Это у нас вся банковская система может повалиться. Далее, коллеги, отток капитала достиг катастрофических значений. Россия теряет все больше. За январь-февраль из нашей страны вывезено 18 миллиардов долларов, что вдвое больше, чем за первые 2 месяца прошлого года. Слушайте, вообще непонятно, как жить будем. Деньги бегут, люди полностью демотивированы к труду. Как жить, как работать, на что есть будем. Слушайте, мы тут скоро все бомжами станем. Ну, то есть удивляюсь, что происходит. Далее, коллеги, давайте спросим у монеты, что она думает на этот счет. Buy, sell, две стороны у нее. Бросаем. Buy пишет монета. Кстати, а что вчера-то было? Вчера был buy. Buy, buy, buy. Buy хороший состоялся. Также монета. Три раза была права. 14 марта buy. И давайте посмотрим, а что у нас в макроэкономических новостях. В макроэкономика. Напомню всем вчера, что запасы сырой нефти были минус 3,8 миллиона баррелей, что, конечно, подтолкнуло нефтюшку наверх в том числе. Вот. Импульс этот длится до суток. Поэтому думаю, что вполне себе, может быть, не в таких масштабах, как вчера, но некоторое движение нефти наверх вполне сегодня по этой причине допускаю. Далее, коллеги, давайте посмотрим, а что у нас сегодня в макроэкономических новостях. А ничего сегодня. Нет, слушайте, опять парламент британский, что ли. Я уже прямо сбился. Смотрите, сегодня вечером парламент голосует на продлении переходного периода по Брекзиту, то есть на переносе даты сделки. А вот они что сегодня задумали. То есть не 29 марта, как я говорил, а месяца на 3 звучат предложения, на 29 июня приблизительно перенести. И вот они будут голосовать по этому вопросу. То есть сегодня они проголосуют, а с завтрашнего дня начнут просить Евросоюз поддержать эту точку зрения. Но это принципиального значения не имеет, какая будет дата. Но тоже какой-то положительный момент, я думаю, тоже даст. Поэтому да, сегодня вполне себе, на мой взгляд, некоторое движение фунта может быть в положительной зоне вполне себе. Все, друзья, подводим итоги. А, да, давайте посмотрим на чемпионате мира по трейдингу. Какое влияние оказало это событие. Потому что я уверен, что торговали, коллеги. Даже вот у меня нет ни малейшего сомнения на этот счет. Ну а когда торговать, как ни в моменты такой высокой волатильности. Такие движения по фунту вчера были. Ну давайте посмотрим, у кого что получилось вчера. Ну прежде всего, давайте отметим. Вот сразу вижу, что Тема был в глубоком минусе. А потом вырос за вчерашний день до плюс одного процента. Тема, поздравляем. Лидером, кстати, остается High Low плюс 16%. На втором месте у нас получается Александр Шиньков плюс 15%. На третьем месте у нас получается Александр Кравчук 13%. Буквально доли процента уступает ему Евгений Питерский. Он тоже прирос на Брэнзите. У него было меньше 12, по-моему, вчера. Сейчас плюс 13,48%. Чуть меньше, чем у Александра Кравчука. Но он подрос вчера. То есть два человека, как минимум, у нас хорошо подросли. В падении я не вижу никаких особо, то есть, ну, так сказать, рыночные колебания идут у других участников. До два человека. Артем из команды Александра Шинькова уверенно зашел в плюс. Вышел из глубокой просадки. Там процентов 50, наверное, была просадка у него. Зашел в плюс. Это вообще здорово. Ну, и Евгений Питерский, действующий чемпион мира по трейдингу, также добавил себе процент в копилку. Так что, в общем-то, у нас результаты по чемпионату мира очень положительные. Никаких резких падений, что можно было бы ожидать и бояться, чего можно было бы не произошло. С чем всех поздравляю. Таким образом, коллеги, сегодня, на мой взгляд, нефтюшка наверх, индекс доллара, мне кажется, будет боковик вверх-вниз, вверх-вниз, будет бороться, он биться в нижнюю границу восходящего тренда. А вот вернуться, я думаю, все-таки больше это тема возвращения доллара наверх, завтра, потому что завтра пятница, неделя для индекса доллара была очень глубокой вниз, поэтому за некоторой коррекцией с целью получения фиксации прибыли своей от проданного индекса доллара, завтра я бы ожидал, например. А сегодня боковик. И таких каких-то резких движений по другим инструментам, соответственно, я тоже не ожидаю. Ну что, боковики тоже надо торговать, их надо уметь торговать, это хорошие деньги. Спасибо, друзья, всем удачи.